После нескольких недель нагнетания ситуации на Донбассе, главный вопрос, который волнует не только украинцев и россиян, но и мировые столицы, быть ли большой войне или Кремль, демонстрирует мускулы и лишь этим ограничится. Как крупные эскалации, так и краткосрочные всплески насилия, приводившие к обострениям на Донбассе, происходили на протяжении всех семи лет конфликта. Зачастую их итог – достижение Кремлем своих геостратегических целей. Правда, сейчас военное напряжение на украинской границе эксперты сравнивают с тем, что происходило в 2014 году, когда Россия активно показывала силу не только Украине, а и всему международному сообществу. Летом 2014 года линия фронта была нестабильной, бои и смерти гражданских и военных происходили ежедневно. Но два крупных обострения привели к подписанию Минских соглашений. Иловайский котел, захват кадровыми российскими военными Новоазовска и плотное приближение к Мариуполю. Была решена однозначно военная задача, однозначно военным путем, которая привела к утрате украинского суверенитета над большей частью территории, которая была до августа 2014 года. Понялось, что россияне пытались тиснуть на Украину, и поняли, что кадровые военные переходили к кордону в серпне 2014 года, чтобы переломить ситуацию. И де-факто привело к тому, что на начале вересня были укладены так называемые Минские соглашения. Первые Минские соглашения. За стол переговоров сели представители Украины, России и так называемых ЛНР и ДНР. Минский протокол предполагал двустороннее прекращение огня, мониторинг ОБСЕ и принятие закона о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тем временем, часть территорий на востоке Украины оставались под контролем России и группировок ЛДНР. Поэтому поддерживание такого долгограющего конфликта, хотя и локализованного, было выгодно российской стороне в контексте того, чтобы тиснуть на Украину. То есть есть тиск, есть военный тиск, люди гонят, гонят как цивильные, так и военные. Весь следующий 2015 год показывает, что первый пункт Минского протокола прекращения огня не выполняется. Происходят точечные массивные обстрелы, гибнут мирные жители. Ход событий переломило наступление российских прокси на Дебальцево. Атака на территорию, которая была под контролем Украины, привела к подписанию вторых Минских соглашений. Договоренности привели к определенной деэскалации и уменьшению количества жертв с обеих сторон. Но в них была заложена принципиальная невозможность достижения компромисса. На протяжении последующих лет трактовать Минские соглашения стороны будут по-разному. И каждым новым обострением Кремль будет намекать, что свое видение считает единственно верным. Кремль тестирует Киев на твердость и на стойкость. И каждый раз, к сожалению, Киев этот тест не проходит. Россия использует увеличение напряжения для того, чтобы потом подать снижение напряжения, как свой компромисс. То есть она отходит на те позиции, которые были до этого и как бы презентирует это как свой компромисс, который произошел в тех или иных событиях. Те, кто подписывал, мы должны понимать, что это было действительно под войсковым тиском, под тиском фактически наступа российских войск для того, чтобы остановить российскую агрессию на тот момент. В 2015 году также начали обговаривать введение на Донбасс миротворцев. Но из-за частых обстрелов и нестабильной ситуации в регионе, этот вопрос завис в воздухе. Когда вопросы были актуальными, когда страны Запады очень негативно поставили до Российской Федерации, они были мобилизованы против действий. Мне кажется, что эти локальные снижения частично отсунули желания, скажем так, избавили желания заводить миротворцев. Следующая крупная эскалация конфликта на Донбассе – обстрелы Авдеевки в начале 2017 года. В это время президент Порошенко в Берлине встречался с Ангелой Меркель. А в российских СМИ муссировали тему того, что украинская армия пошла в наступление. Обвиняли Киев в срыве Минских соглашений и обстрелах Донецка из реактивной артиллерии. Киевские политики при этом теперь уже официально признали, что Минские соглашения им не указ. В общем, фирменный почерк Петра Порошенко сопровождать свои европоездки уничтожением украинцев. Будь-якие поездки могли бы сопроводить такой активизацией. Зрозуміло, что этот негативный шлейф был сопроводжен. Он фактически створил певные перепоны для того, чтобы досягти каких-то там домовленостей. В то же время к власти приходит президент США Дональд Трамп, в начале своего срока считавший, что ему удастся перезагрузить отношения с Путиным. Была даже информация о том, что с России частично могут снять санкции. И обстрелы Авдеевки могли быть проверкой реакции свежеизбранного президента Трампа. Это попытка пробить, понять, насколько США зацикавлены в реализации конфликта в Украине, в реализации украинско-российского конфликта, насколько США будут лоббиевать и пробивать интересы Захода в этом конфликте или интересы Украины. Из-за эскалации конфликта на Донбассе был созван Совет безопасности ООН, где жестко осудили действия России. В 2018 году Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом и на совместной пресс-конференции заявил, что пора размораживать российско-американские связи. Задача минимум, безусловно, была показать, кто в доме главный и хозяин. И, к сожалению, это удалось. Путин показал себя более опытным, более сильным, более целеустремленным политиком. Это ему удалось. В то же время встреча двух лидеров проходила на фоне очередного обострения на Донбассе. В российском МИДе ее связывали со сменой АТО на операцию объединенных сил. И по традиции обвиняли Киев в нарушении режима прекращения огня. Россия может устраивать какие-то обострения, когда необходимо принудить партнера к переговорам и так далее, привлечь его внимание и еще что-то. То есть поднять ставки в игре. Конец 2018 года для Украины инцидент в Керченском проливе. Были обстреляны и захвачены три судна военно-морских сил Украины. Моряков забрали в плен. Таким образом Россия продемонстрировала свое доминирование в Керченском проливе и Азовском море. Сейчас, в ходе нового обострения, после усиления группировки своих кораблей в Черном и Азовском морях, Кремль вновь пытается показать, кто главный. Россия опять объявила о закрытии со следующей недели до октября Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений. Это угрожает украинским портам на Азовском море, это угрожает территории прибежной, которая связана с Крымом. То есть это говорит о том, что глобальная угроза для Украины все еще остается очень высокой. Но с 2019 года таких крупномасштабных обострений на Донбассе не наблюдалось. И на контрасте с установленным в июле 2020 режимом тишины, который хоть и с переменным успехом соблюдался до начала 2021-го, новая эскалация выглядит особенно угрожающе. Но по мнению ряда экспертов, нынешнее поведение России не ново. Демонстрация военной мощи – это тот язык, на котором начинает говорить Кремль, когда не может добиться своего. Эксперты называют несколько задач, которые Кремль может решить с помощью обострения. Во-первых, в очередной раз дестабилизировать ситуацию в Украине. Во-вторых, определить вектор выстраивания отношений с Западом и, кроме того, отвлечь российское общество от внутренних проблем. В ответ на действия Кремля США приняли новые санкции против России. А президент Джо Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории. Президент Зеленский делает ставку на переговоры и настаивает на возобновлении работы нормандского формата.